Ну что ж, народ, всем привет, с вами Аксида, и сегодня мы с вами начнём делать летсплей по такой кастом истории к игре Амнедиа Презрак Прошлого, как A Coward's Dead, что в переводе означает «Долг Труса». Я, честно скажу, не сильно выбирала из списка каких-то новых кастомных историй для Амнедиа, имеется ввиду на прохождение, выбрала вот эту... Не знаю, почему я пал на неё выбор. Вообще я хотела, как бы, сделать летсплей на демо к некрологу, я о нём упоминала в последнем новостном сумбуре, который я перед Новым годом записывала, но, к сожалению, у меня почему-то он не запускает в стационарном компьютере, а ноутбук у меня, ну, почему-то не поддерживает мою гарнитуру. Я не знаю, я не могу настроить нормально звук, чтобы у меня было хорошо очень слышно, поэтому пока не смогу я пройти эту демо, демо-версию, да, это пока демо-версия некролога глобальной модификации для игры Амнезия, хотя это будет таким, знаете, своеобразным продолжением истории Филиппа из Пенумбра. Меня это довольно интригует, вот эта вот выходящая глобальная модификация. Ну да ладно, речь сейчас не о ней, сейчас мы с вами будем начинать The Coward's Dead. Давайте мы посмотрим, о чём же будет повествовать данная кастомка. Вас зовут Жан, вам 42 года. Вы живёте один с вашей женой во французском поместье. В этих единственных вещах вы уверены абсолютно точно. Вы просыпаетесь у себя дома без каких-либо воспоминаний о прошедших нескольких неделях. Ваша жена куда-то пропала, вы не можете её найти. В окнах вы видите только непроглядную черноту. И что более серьёзно, скажем так, вы слышите какие-то шаги по коридорам вашего дома. И они становятся всё ближе. Ну что ж, давайте посмотрим, что же это такое. Что же это за The Coward's Dead? Знаете, насколько я знаю, здесь будут использованы элементы из A Machine for Pigs. В обстановке уровней. Надеюсь, что сюжет тоже не подкачает. Потому что даже само название кастомки, на мой взгляд, такое необычное. Не сразу понятно, о чём это будет. Допустим, мы с вами, я помню, проходили Abduction. Ну, Abduction, понятно, похищение. Кого-то похитили. Ну да, там действительно чувака похитили. А здесь не совсем ясно. Это всё твоя вина. Отлично. Это мы кого-то убили, это... Или нас убили? Ой, ребят, простите. Сейчас у меня раннее-раннее утро. Я тут кофеё попиваю. Амнезия. Долг труса. Отлично. Я, знаете, повысила яркость. Потому что в любом случае Vegas затемнит. YouTube затемнит. И я, честно говоря, не знаю, как будет вам видно. Но я постараюсь, чтобы все всё разглядели. Так, чё это тут у нас? Книжки. Виски. Ну, само собой, всё понятно. О, граммофон. Из жестин, я так понимаю. Ну. Давай мы возьмём. И покрутим. Отлично. Доброе утро, Жан. Я надеюсь, ты хорошо отдохнул. Тебе очень много надо сделать. Чей это голос? Ну, ты, конечно, дезориентирован, смущён. Это всё понятно. Но не надо отчаиваться. Я здесь, чтобы провести тебя. Тебе надо дойти до третьего этажа, Жан. Замечательно. Какая-то женщина с нами разговаривала. Может быть, это твоя жена? Которую ты никак найти не можешь. Ну, у меня как бы только такой вариант, что, возможно, он её убил. Либо кто-то другой её убил. Ну, не могла же она просто так пропасть. Правильно? Не прячется же она от тебя тут в шкафу где-нибудь. О, Господи, сколько же тут мест, куда бы я могла пойти. Ну, ладно, давайте осматриваться потихоньку. А, ага, там второй этаж у нас, да? Закрыто. Ну, судя по всему, судя по всему, либо мы её откроем каким-нибудь предметом, либо ключом, либо для нас её откроет какой-нибудь монстр. Чувак любил выпить. Любил, любил. Ну, и сейчас, наверное, любит, я не знаю. Потому что барная стойка у него тут неплохая. Тоже закрыто. Замечательно. Мне надо будет устраивать паркур, что ли? Нет, я не могу сюда запрыгнуть. Наш чувак не может так высоко прыгать. Ну, я его понимаю. Зачем? Это бессмысленно. Хотя до потолка там далеко. Я не знаю. Если кто-то хотел повеситься, до туда не дотянешься. Тут, видимо, должен был быть какой-то званый ужин. Но он не состоялся, видимо. Так, ещё одна дверь. Так, сейчас, знаете, я хочу здесь всё посмотреть. Может быть, тут есть какие-то потайные двери или что-то такое. Не знаю. Хочу сказать, звуковое сопровождение неплохое в игре. Такая музыка довольно-таки подходящая под обстановку. Ну, вернее, музыка на фоне очень подходит под обстановку игры. Я не могу не открыть эти комоды. Хотя, наверное, смогу открыть вот здесь вот ящики. Потому что... Так, у нас есть тут? Да, у нас есть инвентарь. Но тут в ящиках тоже ничего нету. Вот это тоже из Amnijia Machine for Peaks. Тут, я так понимаю, будут элементы из этой игры. Мне главное не заблудиться, потому что... А, хотя, по-моему, я уже где-то... Мне кажется, я тут была уже. Ну вот, я уже начинаю путаться, честно говоря. Потому что дом-то какой-то прям, скажем... Большой. Ага. Я сделала круг. Ну, зашибись, чё. Товарищ, тебе попался не особо хороший проводник в роли меня. Поэтому мы с тобой можем тут очень долго плутать. Так, ну что ж. Значит, я, видимо, где-то пропустила какой-то элемент. И давайте мы его найдём. Поищем. Здесь, может быть, знаете, какой-нибудь ключ где-нибудь валяется. Либо надо книжку где-нибудь потянуть, чтобы секретный лаз открылся. Ну, что-то вроде этого. Хотя, у меня такое ощущение, что я вот сюда не заходила. Да, точно. Я сюда точно не заходила. И тут такая темень. Ё-моё. И у меня... Нигде нету ни фонаря, ничего вообще. Только Святая Библия. Ну да, она мне поможет, я надеюсь. Так, ещё одна книжка какая-то. Ой. Тут у нас что? Место для пряток? Ну, давайте мы оставим. Ух ты, сколько оружий-то. Вот, жал, мы их не можем взять. Вот, очень жаль. Потому что, я думаю, нам они понадобятся в скором времени. Мы же не знаем, кто тут ещё кроме нас ходит, бродит. Ну-ка, давай хоть запя... Эй, запястье. Ой, я заговариваюсь. Распятие хоть давай с тобой возьмём. Не хочешь? Закрыто. Кажись, за этой дверью кто-то живёт. Но я не хочу знать, кто. Ё-моё, что так потемнело-то резко? Там же вроде было как-то это... Светло. Более-менее. О! Что это? Мэтчбокс. Коробок спичек. Ну, мне это поможет. Я так понимаю, фонаря у нас тут не предвидится. И всё, что мы будем здесь... Ё-моё. Зажигать это свечки. Собственно. Боже, а это что такое? Какой-то бункер, что ли? У тебя тут в доме бункер? На случай ядерной войны или непредвиденных обстоятельств. Э-э-э... Э-э-э... Ну... Ну, ладно. Я надеюсь, что коробок спичек у нас не ограничен. Давайте мы ещё тут зажём. Что-то спички бесконечные, мне не придётся искать новые. Блин, реально, тут какая-то темнотища. Так, это что у нас такое? Так. Новые слуги. Записка новым слугам. Мы гордимся чистотой нашего особняка. И... Также тем, что наш... Персонал не мешается под ногами. Можно сказать так. В течение... Ну, в ходе ужина... А, в ходе, значит, праздников, концертов и других событий служебному персоналу необходимо находиться в тени и не обеспокоить приглашённых гостей. Скрытые проходы построены внутри этих стен и обеспечивают простое и невидимое путешествие через весь особняк, соединяя кухню, обеденную комнату, бальную комнату... Так, значит... Комнаты слуг и задний холл. Потайные механизмы позволят вам открыть эти проходы и иногда при помощи зажигания какой-нибудь свечи. То есть мне надо просто зажечь, допустим, вот эту вот свечку, да? И у меня откроется всё. Ха-ха, отлично! Так, ну что ты мне скажешь сейчас? Я тебя что-то как-то не поняла. Кто ты? Блин, как-то я разучилась крутить ручки в этой игре. Ну, давай, давай, чувак! Давай, не застревай! Что это? Лифт? Он может привезти тебя на третий этаж. Я помню его, я построил его. Но он бесполезен без топлива. Никакие... Ничего не звонит нигде. Топлива? Я не помню. Понятно. То есть, погодите, вот это вот лифт, да? Вот это. А, ну это из нижней машины. Машин фу пикс-лифт. Мы должны, я так понимаю, куда-то залить топливо. Я так понимаю, топливо заливается где-то вот здесь, да? Угу, всё правильно. Вот здесь вот, раз. И доехать на третий этаж, куда нас так настойчиво ведёт эта барышня. Кто эта барышня, я не знаю. Надеюсь, не Жустин. Потому что там Адама была садисткой. Не хочу к ней попасть. Кто там ходит или не ходит? Ага. Всё понятно. Это, я так понимаю, комната слуг. Да. Тут антисанитарии полные. Я не знаю вообще, как они тут спали. Так, это какая-то у нас это... Банка, склянка, бутылки. Ну правильно, что тут ещё по вечерам делать. Хотя... Какая-то литература у них тут стоит, можно и почитать вечером. Если совсем уж делать нечего. Так... А! Я забыла. Ого! Какая-то крынка у нас лежит. Давайте мы её пока вот так положим. Сейчас я схожу. Посмотрю, что у нас тут. Хотя, по-моему, тут я уже что-то открывала. Нет? Какие-то у нас просто ненужные нам вещи. Так, письма. Замечательно. Другое... Ну, анонимное письмо пришло господину Жану сегодня. Я никак не могу припомнить... А, я... Такого лица давно не могу припомнить, чтобы у него был такой цвет лица, когда он приехал в последний раз. Я знаю, я не должен был это делать, но моё любопытство взяло верх надо мной. Письмо не было запечатано, и я посмотрел... Ну, прочитала его, пока господин Жан ушёл. Я был просто... Ошеломлён до смерти. Это письмо было полно таких яростных угроз и яростных и жестоких угроз, что, честно говоря, я боюсь за жизнь хозяина. Этот человек точно психопат. У его неразборчивый почерк очень тяжело читать, и язык, ну, язык, на котором он писал, вообще почти не разбираем. Я... Ну, я нахожу это странным, что господин Жан не поговорил с вышестоящими людьми об этом и не упоминал об этих письмах жене и гостям. Данные письма, конечно, имеют очень большое эмоциональное влияние над ним, но почему он продолжает скрывать его? То есть нашему главному герою угрожал какой-то психопат, непонятно почему. Ага, мне кажется, вот сюда надо что-то поставить, да? Извини, бутылка. Что-то я сделала, не знаю. Вот. И, видимо, у него на этот счет как-то крыша, что ли, поехал. Я не знаю. Ага. Отлично. Куда-то я еще дальше иду. Куда я вообще как-то без понятия. Я, честно говоря, уже как-то путаюсь тут. Потому что... Ага. Понятно. Нет, пока я сюда не пойду. Потому что дом-то у тебя большой. Серьезно. Нафига такой большой дом двум людям? Я не знаю. Не вижу в этом смысла. Ладно бы у вас семья такая, знаете, большая была там. Пять детей там или сколько-то, да. Понятно, там еще жили бы там родители. Ну, видимо, у людей много денег. Как бы... Почему бы нет? Это пальная комната, что ли? Ну, судя по всему, да. Опять граммофон. Она играла на скрипке как ангел. Ее музыка, улыбка были таким красивыми. Я всегда вспоминаю этот момент, когда я ее увидел. Ты ее любишь? Ты меня слышишь? Это что, не запись? Ответь на вопрос. Да. Больше, чем все остальное. Где она? Она здесь? Да. А, извините. Это все зависит от того, что ты подразумеваешь нас здесь. Она в этом особняке? А ты уверен, что ты здесь? Здесь. А, то есть мы можем даже... Не в особняке оказаться, да? Юпарас. Это что за звуки задыхающегося осматика? Ну, я не знаю. Кто-то там еще на пианино играет. Так, тут у нас что-нибудь есть? Не вижу. Ну, что ты прекратила играть-то? Мне так нравилось. Что это ты? Ничего тут нету. Я думала, может, что-нибудь спрятано. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Дальше продолжай. Ну, что-то я не понимаю. Тут бильярд у него. Я делаю нелогичное положение вещей здесь. Опять у него тут барная стойка. В общем, у товарища, видимо, были средства. Было свободное время. Этот шарик меня преследует. Смотрите. Он упал со стола, хотя там лежал, и покатился за мной. Ну, ладно. Пошли тогда со мной. Мне хоть не так одиноко будет. Я потому что вообще не представляю, что тут творится. О, нет. Погодите. Ё-моё. И что это? И здесь можно зайти. Да ё-парсоте. Так. И что это? Я тут была или нет? Ладно. Хорошо. Не будем задавать лишних вопросов. Я думаю, что это бесполезно. А я думала, у тебя этот цветок тут завял в полной темноте. Ой, блин. Что-то меня ведёт куда-то не в ту сторону. Ну, видимо, это была жена нашего главного героя. Женщина, которая там кричала. Ё-моё. Ничего себе. Не думаю, что мы успеем к ней на помощь. Здесь меня всё равно никто не выпустит. Печаль. Здесь закрыто. Мне надо всю дверь проверить, на всякий случай. Мало ли. У меня только вот один вопрос. Куда... Вот где, вернее, какой-нибудь монстр? Или что-то такое. Потому что я точно помню, что в описании данной кастомки я читала, что должен быть какой-то пугающий элемент. Сейчас пока как бы пугающий элемент это вот эти вот крики, катающиеся за мной шарики. Да и, собственно, угнетающая музыка. Я сюда тоже никуда пройти не могу. Здесь закрыто. Ну всё, там, по-моему, вот ещё одна дверь вот там вот осталась. Давайте мы доберёмся до неё. И, пожалуй, я, наверное, закончу пока. Ой, блин, да что ж такое? У меня сегодня какая-то дезориентация полная. О, второй этаж. Отлично. И мы тогда продолжим, я думаю, ребят, с вами в следующий раз. Возможно, данный эпизод вышел такой, ну, не совсем. Полный событий. Ну, во всяком случае, узнали, кто наш главный герой. Где мы находимся. Хотя теперь вот эта женщина подставила под сомнение мои вообще мысли по поводу того, реально ли мы дома находимся у нашего главного героя. Ну, да ладно, будем дальше выяснять, что же тут творится, что же тут происходит и происходило ранее в следующих эпизодах. А сейчас всем спасибо огромное за просмотр, за ожидания. С вами была Аксида. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok